В июне 1941 года 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В планах противника было обречь город на голодную смерть. В кратчайшие сроки между Ленинградом и Москвой был организован спасительный воздушный мост. Его работу должны были обеспечить Северная и Московская авиагруппы. В те сентябрьские дни Александр Петрович Лебедев из Московской авиагруппы стал первопроходцем воздушного моста. Трасса была очень опасная и контролировалась мессершмиттами. Но долг был важнее. Летчик доставлял в Ленинград продовольствие, боеприпасы, горючие. Возможно, один из самых своих значимых полетов Александр Петрович совершил в первые дни блокады. Утром 11 сентября доставив в блокадный город нового командующего Ленинградским фронтом Георгия Константиновича Жукова. Раньше пилот ПС-84 предпочитал ясную погоду. Но в условиях войны представления о летной погоде изменились. Самой желанной стала плохая погода. Выходя на летное поле и глядя на низкие облака, командир корабля удовлетворенно говорил «Погодка сегодня что надо». Шли на низкой высоте в сопровождении истребителей. На подступах к городу группу Лебедева атаковали миссир Швинтой. Командир! Вижу! Радис! Связи нет. Мне Жуков на борту. Можем уйти на запасной! Принял. Критическая ситуация. Мессеры обложили. Можем уйти на запасной аэродром. Никуда не уходим. Летим дальше. Давай, давай, прорвемся. Советские истребки пошли на перерез. Завязался воздушный бой. Лебедев маневрировал. Атака была отбита. В тот же день Жуков принял командование фронтом. С боевым крещением. Спасибо. Спасибо, Георгий Константинович. Александр Петрович горячо любил Ленинград. Отстоять город было для него священным долгом. История Ольги Михайловны Лисиковой уникальна. Летчица связала свою жизнь с небом сразу после школы. Но мирная жизнь внезапно и грубо оборвалась. А в Великую Отечественную Ольге Михайловне довелось спасать детей. Лисикова была единственной женщиной, командиром транспортных самолетов. Совершила 150 вылетов в родной осажденный Ленинград. Она вывезла из осажденного города тысячи детей. Малыш, сейчас полетим. Держи. Ешьте, ребят. Сколько жизней не оборвалось благодаря отваге этой хрупкой женщины. Самолеты совершали рейсы в Ленинград ночами в темноте, на высоте двух-трех метров над водой Ладожского озера. Давайте. В таком полете не было никаких красот, кроме красоты подвига летчиков. Втерзаемый противником Ленинград Ольга Лисикова доставляла медикаменты. Кровь для переливания, горючие, тонны семян и рассады. За весь блокадный период она не потеряла ни одного самолета. Всего на счету отважной летчицы более 400 боевых вылетов. Награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, а также медалью за оборону Ленинграда. Создание произведений искусства в войну обретало особый смысл. Непокоренность. Призыв к борьбе с врагом. Это понимал композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Над своей ленинградской симфонией он начал работать в самые первые месяцы войны в Ленинграде, а завершил симфонию уже в эвакуации в Куйбышеве. Композитор страстно желал помочь осажденному городу своей музыкальной заповедью. Добрый день. Как найти товарища Литвиновна? Командир! Товарищ Шостакович? Да. Вот партию туда. Доставьте. Доставим. А вы не беспокойтесь. Ленинград услышит вашу музыку. Спасибо. Летчик северной авиагруппы Василий Семенович Литвинов получил задание доставить в Ленинград музыку Шостаковича. Ценнейший груз. Четыре нотные партитуры симфонии он принял из рук самого композитора. Готовимся к взлету. Принял. 2 июля 1942 года Литвинов доставил ноты ленинградской симфонии в осажденный город. 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась долгожданная премьера Седьмой симфонии. Дирижировал заслуженный деятель искусств РСФСР Карл Ильич Элиасберг. Этот концерт показал всему миру, что Ленинград не сдастся ни при каких обстоятельствах. Шостаковича по радио передают. А, это того, которого мы везли. Ага. Я тогда на концерт так и не попал. Михаила Лобанкова называли партизанским асом. В составе Северной авиагруппы он совершил 169 вылетов к партизанам. Большинство полетов проходило в сложнейших условиях. Садиться приходилось на пересеченной местности при помощи единственного аэронавигационного средства. Костро. За время войны Михаил Михайлович доставил партизанам сотни тонн груза. Оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие вывез множество раненых и больных. При выполнении заданий самолет Лобанкова неоднократно подвергался обстрелу. Во время одного рейса на него пошел в атаку истребитель противника. Экипаж Лобанкова открыл по немцу пулеметный огонь. Боевое крещение у тебя. Из училища ты сразу герой. Держись, братец. Почти дома. Он умелым маневром увел самолет, и фашист потерял их из видов. Садимся! Эй! Эй! Наш, живой! Живой спрашиваю, а? Ну! Живой! Так Лобанков спас уверенный ему экипаж и боевую машину. Я же говорил. С нами ничего это случится. За отличное выполнение боевых заданий, за проявленные при этом храбрость, мужество и самоотверженность, он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалью за оборону Ленинграда. Михаил Александрович Никифоров был одним из самых опытных гражданских пилотов в Ленинграде. В первые месяцы войны пилоты особой северной авиагруппы летали на транспортных самолетах. Они были безоружны перед немецкими асами-истребителями. Машины пришлось экстренно переделывать в военные. Именно Никифорову доверили проводить испытания пассажирского ПС-84, на которые установили пулеметы. Летчики северной авиагруппы поддерживали связь с героическими советскими партизанами. В окрестностях Ленинграда воевала 5-я ленинградская партизанская бригада. Самолетами доставлялись боеприпасы и вывозились раненые. На завершающем этапе битвы за Ленинград в ночь с 8 на 9 января 1944 года эскадрилья Никифорова вывезла из района Луги сразу 79 раненых партизан. Товарищ командир, скоро светают. Берегите себя, мальчики. ДНИМИ ДНИМИ Товарищ командир, не дадут взлететь немцы? Товарищ командир, не дадут взлететь немцы? Тай не уходим. Товарищ командир! Наша жизнь от боя и до боя. Вот и все, уходишь, милый друг. Сколько нам отмерено судьбою горьких расставаний и разлук. Я не знаю, будущая зыбка, чей сегодня выпадет черед. Пусть моя прощенная улыбка. Там тебя от пули бережет. Самолет Никифорова попал под обстрел и был подбит немецким истребителем. Но ему удалось не только посадить самолет, но и спасти людей из горящей машины. Добрый день, уважаемые пассажиры. Вас приветствует экипаж авиакомпании России. Я командир корабля Михаил Никифоров. От имени авиакомпании поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok